всем привет в первую очередь хочу выразить благодарность саше ван биреру за очень интересное и наглядное разъяснение по поводу народного способа определения твердости стали при помощи стекла во время просмотра его видео меня прямо таки стало съедать любопытство по поводу того откуда же все-таки взялось обозначение в целых 67 единиц по шкале hrc на клиночке вот этого ножа от уильяма генри ну и самым оптимальным и логичным решением проблемы мне показалось связаться напрямую с производителем и задать ему этот вопрос потому как он как никто другой уже должен знать откуда взялись такие высокие единицы первое что пришло мне на ум это написать им имейл но потом я понял что написание имейла это довольно долгий способ то есть пока они ответят возможно ответ будет неполным придется писать им еще одно письмо и так далее поэтому я открыл их сайт нашел телефон и позвонил напрямую в америку мне ответила какая-то девушка значит я хочу сказать что фирма уильям генри производит не только ножи они они производят различные аксессуары мужские такие как запонки какие-то ручки и так далее то есть я ей сразу сказал что меня интересуют ножи и тогда она перевела меня какому-то другому парню по имени бил очень приятный такой чувак я ему представился и сказал смотри бил ситуация такая у меня вот есть нож от фирмы уильям генри в которой ты работаешь модель b12 с очень дорогой модификацией и на его клинке стоит обозначение в 67 единиц по роквеллу ну и дальше мне пришлось все таки немножко блефануть потому что я уверен что вы согласитесь со мной если бы я сказал ему слушай бил я вот поцарапал стекло и мне кажется что тут нету 67 единиц то это но был бы довольно слабый довод поэтому мне пришлось немножко приврать для пользы дела и я сказал что вот так и так я увидел 67 единиц сталька зиди пи 189 и я провел мои личные замеры твердости на аппарате и я увидел что здесь нет 67 единиц твердость ну что-то в районе шестидесяти четырех ну первое что мне сказал это он попытался естественно немножко перепроверить и и меня и себя он спросил где я замерял твердость то есть вы видите что здесь проходит такая вот линия это композитный клинок то есть зиди пи здесь только в середине а обкладки здесь из мягкой нержавейки 420 то есть он спросил меня где замерял то есть вот здесь вот на нержавейке или вот реально вот здесь вот где выходит наше зиди пи но я естественно не дурак сказал что все замерялось именно вот на кромочке там без и дипи и вот 67 единиц там нету но мне все-таки хотелось немножко раскрутить его на то то чтобы он не дал какую-то информацию то есть да не давить на него не говорить билл слушать тут нету 67 единиц чё за дела хочу вернуть нож и так далее во первых нож я возвращать не хочу во вторых мне нужна была в первую очередь и именно информация значит для меня было особенно важно узнать как можно больше информации а не просто наехать на представителя уильяма генри и и поэтому я попросил билла чтобы он поподробнее рассказал мне где и как производятся эти клинки кто производит их термообработку и откуда берутся данные о твердости на что он рассказал мне следующее значит сталь зиди пи сто восемьдесят девять ими закупается у японского концерна хитачи бланки клинков из еди пи сто восемьдесят девять и их закалка все это происходит на заводе хитачи после этого эти заготовки едут на еще какое-то предприятие где происходит процесс ламинации этих клиночков более мягкой сталью 420 и после этого вот эти вот клиночки едут в америку на завод уильям генри и там уже происходит финальная доводка и подгонка под ножи и 67 единиц hrc это твердости это данные по твердости которые предоставляет сам завод хитачи то есть ну вот как я это вижу возможно вы со мной согласитесь возможно нет то есть там на заводе идет такая вот массовая закалка клинков то есть возможно это какой-то огромный лист из которого потом это все вырезается возможно это отдельные клиночки но тем не менее это сразу очень большое количество и сто процентов существует какой-то определенный дата шит какая-то технология которая в теории должна выдавать 67 единиц но я сто процентов уверен что каждый клиночек никто не замеряет возможно есть какая-то выборочно проверка и происход происходит какие-то замеры твердости но по большому счету расчет идет на то что вот ну в теории это должно выдавать 67 единиц вот мы говорим 67 единиц но ведь на самом деле когда даже я вспоминаю некоторые моменты когда ко мне в руки попадали кастомные ножи где производились реальные замеры твердости то есть никогда не было чтобы твердость была ровной то есть вот 67.0 вот все обычно когда каждый клиночек промеряется как это происходит на рокстедах как это происходит на других кастомных ножах то есть там идет сертификат и пишется у тебя на этом ноже 66.8 тебя 67.2 и так далее то есть у каждого клиночка будет немножко но скорее всего отличная какая-то твердость а здесь у нас повально написано 67 а шарси что уже сразу говорит о том что скорее всего каждый клиночек не замерялся и это что-то такое но больше потоковое производство скажем так ну и когда он мне это сказал то есть он сказал что фирма hitachi говорит им что твердость этой стали 67 ну и в принципе вот такая вот картина лично у меня сразу вырисовалась как вот я вам рассказал и поэтому теперь мы точно знаем откуда вы берутся эти вот сумасшедшие показатели которых на самом деле может там вполне не быть вот ну и вторая вещь конечно же после такого рассказа становится понятно что ну уильям генри конечно возможно называется кастомом но в принципе по определению по понятиям реальных ценителей ножей это вряд ли можно назвать кастомом потому что клиночек вот производится полностью каким-то автоматическим механизированным способом никто здесь не регриндит спуски фальшики и так далее вручную вот поэтому ну по своему определению это скорее mid-tech если не то что называется high-end production ну все-таки давайте оставим это на уровне mid-tech и вот такие данные я получил от официального представителя уильяма генри довольно довольно интересный разговор получился я думаю многим пища для размышления и просто еще какая-то дополнительная информация все надеюсь вам было интересно спасибо за просмотр пока бай-бай